Море, солнце, яхта. Воплощённая мечта многих людей. Но для этого человека мечта обернулась кошмаром, пыткой, унижением. А главное – потерей контроля над собственным телом. Морская болезнь. В чём её причина? Кто страдает от неё больше всех? Что за шквал реакций, физических и психических, она вызывает и насколько они опасны? А главное – почему мы до сих пор не можем победить её? Эти истории – экстремальные эксперименты над человеческим телом. Это приключения организма, которые люди подвергают испытаниям, чтобы понять, как он работает и на что способен, пытаясь выжить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, алло. А сколько времени держа открылась перед закрытием тарфа фундамента? Сколько стоит? Тогого цена мне кто-то скажи, потому что нужно продать максимальный уровень. Да, пожалуйста, аналитику, ну, да, позволу. Всё, давай, позвоним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Андрей Гронин, мне 27 лет. Я работаю в банке, в private banking, с состоятельными клиентами, с олигархами. Помогаю богатым нашим клиентам стать ещё богаче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работа занимает, конечно, почти всё время. На личную жизнь практически ничего не остаётся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока у меня нет девушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я отношусь к предстоящей поездке? Для меня это, прежде всего, такое приключение и интересная смена обстановки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоянка яхт возле маленького города на Сицилии. Здесь Андрея ждёт парусный катамаран Барбос. Он станет его домом в открытом море. Привет, курсант. Андрей. Ил. Очень приятно. Добро пожаловать на борт. Спасибо. Мы сейчас находимся у южного побережья Сицилии. Маршрут у нас идёт с Сицилии на Мальту. И потом обратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, курсант, мы с тобой будем вязать морские узлы. Вот так. То, что ты сейчас вязал, мы называем бабий узел. Ха-ха-ха. Но мы будем стараться делать всё для того, чтобы укачать нашего испытуемого. Посмотрим, с какой скоростью, собственно говоря, он слойит морскую болезнь. Морская болезнь развивается как бы из-под вы. Человек не сразу понимает, что заболел. Он ещё надеется, что всё обойдётся. Лишь опытный мореплаватель сразу заметит первые симптомы. Бледность, испарину на лбу, частую зеоту. Сначала все очень радостные, весёлые. Разумеется, мы выходим в море. Эмоции перекрёсты через край. Потом начинается качка. И народ начинает сначала ещё веселиться, хорохориться. А потом резко замолкает. Как только ты видишь, что экипаж замолчал, жди беды. Уже несколько часов в пути, в море. Сначала всё было хорошо. Но в последнее время, очень странно, сильно клонит ко сну. Несмотря на то, что я сегодня выспался, и вроде был бодрым и весёлым. И сейчас сильно хочется спать. Появился и новый симптом – внутренний дрожь. Андрей стал сильно мёрзнуть. Хотя температура воздуха плюс 20. В конечностях появилось неприятное покалывание. Как будто тысячи иголок впиваются в его кожу. Андрей окончательно понял, что заболел. А мы узнали, что морская болезнь довольно быстро сразит нашего героя за долго до этого путешествия. Когда протестировали его в особой лаборатории. Это вестибулометрическое кресло – современный возбудитель состояния, которое известно в народе как морская болезнь. Андрей, сейчас я включаю программу вращения. Приготовились. Поехали. О всех ощущениях будете мне докладывать. Как самочувствие? Прекрасно. Прекрасно. Пока начали делать наклоны от плеча к плечу. Скорость вращения – 30 оборотов в минуту. Во время вращения Андрею надо наклонять голову влево и вправо. Вот и всё. Выглядит это довольно безобидно. Однако немало космонавтов сломалось на этом пыточном кресле. Кружится голова и пропадашка. Это ощутимо. Спотели руки. Ощущение холода. Уже тошнит так ощутимо сильно. Я остановлю. Космонавты выдерживают на этом кресле минут 15. Андрей продержался меньше двух минут. Это плохой результат. Он выдаёт важную тайну организма героя. Все симптомы укладываются в картину того, что Андрей у нас человек, который подвержен укачиванию. Да? Да. Поедешь, поедешь. Надо. Нет. Ты ужасный. Просто мне так плохо. Еще просто никогда так плохо не было. Мне мутит. И пошлит. И просто очень плохо. Я не знаю, куда тут его спрятаться. Наверное, внизу, наверху. Андрюх, ну ты чего? Надо покушать. Нет, 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 нет. Мы попозже, попозже. Морской болезни подвержено 98% населения. Болезнь – это не так безобидно, как кажется. Есть на планете особо опасные места, где укачивание может довести человека до полусмерти. В одном из таких мест побывал путешественник-любитель Сергей. Я побывал в такой экспедиции, в которой вряд ли многим удастся когда-нибудь пребывать. В 2004 году Сергей примкнул к экипажу яхты «Апостол Андрей», которая плыла из Новой Зеландии в Антарктиду. Путешествие длилось месяц. Сергей и представить себе не мог, что жесточайшая морская болезнь настигнет его с первого же дня плавания. И не отпустит до последнего. Ежедневно, примерно 2 или 3 раза в день меня тошнило. Обычно это происходило после того, как люди покушают. Ну, потому что я тоже поначалу старался сам есть что-то. Потом я перестал есть вообще, потому что понял, что это совершенно бестолковое занятие. И рвота продолжалась. В какой-то момент пошла кровь. Пошла кровь. Я понял, что дело плохо. Морская болезнь или, шире, болезнь движения – древнейший из недугов, описанных еще Аристотелем. Но до сих пор многое в ней остается загадкой. Почему, например, у одних она проявляется лишь легкой тошнотой, а кого-то может довести до кровавой рвоты. И даже до припадка. У одного обследуемого развился эпилептический приступ при вращении на висебурметрическом кресле, который потребовал нам активного вмешательства в плане оказания экстренной медицинской помощи. Болезнь движения имеет массу вариантов. Мало кто знает, как сильно тошнит астронавтов невесомости. Космическая болезнь – серьезная и опасная проблема. А некоторых людей укачивает даже в лифте. Мы плывем и плывем, и это море везде вокруг. И уже темно, а мы все плывем и плывем. Не видно просто ни конца, ни края. Я не знаю, сколько я еще вытерпел жизнь из последних сил. Пришло время разобраться. Почему все это происходит? И кто виноват? Или что? Для этого надо пробраться в голову Андрея. Туда, где во внутреннем ухе скрывается один из самых удивительных и загадочных органов человека – вестибулярный аппарат. Состоит вестибулярный аппарат из двух мешочков и трех трубочек. По трубочкам переливается жидкость – эндолимфа. Любой поворот головы Андрея вызывает смещение жидкости в ту или иную сторону. Эндолимфа движется и раздражает чувствительные ворсинки. Так, сигнал о том, что человек дернул головой, попадает в центральную нервную систему. В мешочках все устроено еще интереснее. Чувствительные волоски здесь покрыты чем-то вроде желе. А в желе утопают ушные камешки – атолиты. Атолиты реагируют на земное притяжение. Притянутые силой гравитации они давят на желе. Желе давят на чувствительные ворсинки. И Андрей четко понимает, где вверх, где низ. Вестибулярный вход, он закрыт. Все сенсорные входы у нас имеют контакт с окружающей средой. А вестибулярный вход выхода открытого не имеет. Он закрыт, он в кости находится. И только одно животное – это краб, который имеет открытый вестибулярный вход. У краба роль атолитов выполняет песок, который тот забрасывает внутрь клешни. Во время экспериментов ученые полностью вымывали песок из вестибулярного аппарата краба. У него выступала полная дезориентация. Он не знал, где вверх, где низ. Кувыркался и очень не могла перебираться. Если голубю разрушить вестибулярный аппарат, он не сможет летать. Если рыбе, она пойдет ко дну. У человека чувствительность этого органа поражает. Доказано, что он реагирует на сотрясение головы при каждом ударе сердца. Просто это не доходит до нашего сознания. Представьте теперь, что происходит с этой чуткой системой во всех этих мешочках и трубочках во время качки в море. Вестибулярный аппарат непрерывно шлет в мозг сигналы об изменении положения тела. Чувствительные ворсинки перевозбуждены. Это одна причина морской болезни. Вторая – сенсорный конфликт. Вестибулярный вход говорит о том, что вас качнуло вниз, а глаза у вас при этом противорачаются вверх, и предметы как бы смещаются кверху. И у вас идет все время конфликт информации со зрительного входа и с вестибулярного входа. Центральная нервная система получает самую разноречивую информацию о положении тела в пространстве. И начинает чулить. Организм не понимает, что с ним происходит. Он в некотором находится смятении, и он пытается задействовать максимум своих сил, чтобы запустить, понять, какие реакции нужны в этот момент. Известный факт, что в плазме крови в момент болезни движения повышен титр всех гормонов. Их кортизола, гормонов стресса, все гормоны корынокочечника. Сердце бьется то быстрее, то медленнее. Давление скачет, голова идет кругом. И, наконец, мозг делает самый страшный вывод. Организм отравлен. Срочно надо избавиться от яда. А наш измученный герой свешивается за борт. Иногда такое состояние длится не только часами, но и сутками. Только под утро Андрей забывается сном. И море качает его, словно малыша люлька. А, кстати, зачем младенцев укачивает в люльке или коляске? Потому что формирование центральной нервной системы происходит под действием вот этих афферентных сигналов. Если ребенка не качать, не вращать его, это плохо. Ребенка надо обязательно играть, танцевать, вращать, качать на качелях и так далее. Надо, потому что это дополнительная стимуляция, это развитие головного мозга, способствует развитию головного мозга. Болезна такая стимуляция и для взрослых. Например, в кресле-качелке. У здорового человека легкое покачивание улучшает настроение, снимает стресс. Оптимизирует деятельность внутренних органов, сердца, сосудов, желез внутренней секреции. Но где та грань, которая отделяет приятное покачивание от жесткого укачивания? Еще одна загадка, которую никто не разгадал. Ну что, проспал курсант? Чуть-чуть проспал. Странное ощущение. Здесь тоже, что ли, шатает на суше? Почему? Ну, это нормально. Вчера у тебя была морская болезнь, сегодня у тебя будет земная болезнь. Земная болезнь? Крайне неприятное ощущение, когда ты спускаешься на землю, полуровный, мраморный, красивый. Ты вроде все на нем нормально идти, ровно, а он качается, и ты шатаешься на нем. И к стеночке прикладываешь так, чтобы тебя не сильно шатало. Но Андрею не удалось пока испытать все прелести земной болезни. После недолгой стоянки на Мальте мы снова отправляемся в открытое море. Ну что, матрас, время драйвить палуба. Есть, капитан? Может, я уже прикачался? Может, уже акклиматизировался? Андрею кажется, что болезнь отступила. Он не подозревает, какой коварный сюрприз готовит ему море. Сегодня никого не укачало, потому что сегодня был штиль. Судя по синаптическим картам, завтра подходит холодный фронт, и завтра начнется ветродовка, там и укачает. Морская среда для человека недружелюбна, и полностью к ней привыкнуть невозможно. Невозможно полностью привыкнуть к этому ощущению морской болезни, и невозможно ее в себе изжить целиком и полностью. Есть, правда, одна категория людей, которые никогда не болеют морской болезнью. Это глухонемые. Уже доказано, глухонемые люди с нефункционирующим или с ослабленной функцией вестибулярного ввода, они не укачиваются. Но как же тогда глухонемые удерживают равновесие и не падают, если у них не работает орган равновесия? Эти функции берут на себя глаза и чувствительные рецепторы тела, рук и ног, так называемые проприорецепторы. Однако человек становится крайне уязвимым. Если глухонемым в темную комнату поместить, или даже вот в освещенный конь, просто попросить закрыть глаза, они сразу начинают шататься, они теряют равновесие. Глухонемой может потерять равновесие и пасть. Это уже мои третьи сутки в море. Сейчас Фил сказал примерно 4 балла, но совсем скоро ожидается где-то 8. Я думаю, что это будет, конечно, ужас. Как помочь Андрею преодолеть болезнь движения? Можно ли вообще избавиться от нее? Российские ученые утверждают, что можно. Вы видели, как балерина, гимнасты, акробаты цирка, ведь они же конкоберцы, они подвергаются таким ускорениям, но никто не падает, никто не жалуется на головокружение во время пируэта и так далее. Это все выработано у них с помощью фиксационного рефлекса. У балерины нет в зале, когда она таксует, никакой точки. У нее есть воображаемая точка. Если кто смотрит крупным планом в лицо, когда она сужает, вы увидите, у нее уже просто стеклянный зон. Стеклянная. Она вращается, а глаза в нее не двигаются. Это результат выработки фиксационного рефлекса. Научиться всматриваться в некую воображаемую неподвижную точку внутри себя. Этому сейчас в лаборатории и МБП обучают космонавтов. Сработает ли экспериментальная методика, покажет время. А вот как помочь Андрею прямо сейчас? Честно говоря, я уже немного жалею, что ввязался в эту авантюру. Мне было немного неприятно, что меня снимают, когда я был в таком тяжелом состоянии. И, честно сказать, клубный морской пиджак мне здесь не пригодился. Это не курорт. Давление понизилось 90 на 60. И пульс 90. Может быть, не будем его мучить и сделаем укол? Ну, у нас в пути еще шесть часов. И если сейчас его колоть, это конец эксперимента. На финальной стадии обидно. У меня есть вариант поинтереснее, получше. Я думаю, что это поможет. Ты когда за рулем своя машина, тебя можешь укачать? Вряд ли. Садись-ка за штурмал и попробуй порулить нашей лодкой. Ну, я же не умею. А ты сейчас научишься. У меня был случай еще одного парня, я помню, в ледовитом океане. Это тоже лег и все, а лежит пластом. Ну, я его пинками выгнал на палубу и заставил работать на палубе, заставил работать с парусами и рулить, и все. И он в течение буквально очень короткого времени, там, может быть, каких-то одна-две вахты, и он это преодолел. И этот факт говорит о большом значении состояния центральной нервной системы. В период эмоциональной волевой сосредоточенности, когда человек за штурвалом, он подавляет ситуацию, провоцирующую болезнь движения. Почему меня научило море? Прежде всего, тому, что есть вещи, которые нельзя контролировать на 100%. Нельзя их перебороть. Нужно просто смириться с ними, перетерпеть, сделать над собой усилие. Я не знаю, может быть, меня уже через час снова укачает. Мне будет плохо, но я этого уже не боюсь. И в эти моменты я по-настоящему счастлив. Да, я счастлив. Я постоянно вспоминаю эту яхту, она мне даже иногда снится. Хочется снова вернуться на эти морские просторы, где огромные волны и ветер, и закат, и рассветы. И так я, наверное, сделаю. Вернусь туда и продолжу обучение наш кипера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова